здравствуйте друзья сейчас я хотел бы провести небольшой мануал как выравнивать санскритский и русский текст в link train aligner чего это все нужно в санскритологии очень важны так называемые параллельные корпуса это наборы текстов которых каждое предложение или абзац или кусок текста на каком-то оригинальном языке переведено на другой язык и сопоставлено с ним это такая базовая идея плюс там может быть некая дополнительная разметка и допустим поисковик по этому корпусу текстов в данном случае мы видим пример такого корпуса это ромайна первая книга балаканда и песнь 69 видим что вот этот текст он соответствует вот этому тексту и далее сопоставление движется вниз плюс есть дополнительные комментарии мы научимся делать что-то подобное для текста океана сказаний самодевы и в конце попытаемся получить вот такой результат так чтобы начать нам нужно зайти на сайт beta.linktra.in и ввести свой юзернейм я введу марсель в том числе насколько я понимаю вы можете тоже ввести марсель и вы увидите результаты моей работы для начала нужно выбрать пару языков для которого мы будем делать параллельный текст для нас это будет general и russian почему general потому что санскрит не входит в этот основной список языков тут в основном европейские языки совсем чуть-чуть азиатских языков самых популярных плюс есть два малых языка россии башкирский и чувашский нас интересует general русский так и оставляем поскольку у нас целевой язык русский здесь я удалю для начала документы и у нас должно все выглядеть так то есть нету загруженных документов пожалуйста загрузите используя форму ниже здесь все соответствует вот этому делению то есть слева у нас будет санскритский язык справа будет русский нам нужен текст формате txt и давайте посмотрим если у нас такой у нас есть язык для седьмой книги океан сказаний книга арат на прабхе на русском языке и есть на санскрите обращу ваше внимание что тут есть разметка что она означает вот эта разметка означает что это цитата на самом деле это конечно не цитата это название книги катха сарит сагара это как раз есть океан сказаний а вот это это название книги рат на прабха наама саптамо ламбака то есть это седьмая книга океана сказаний под названием рат на прабха то же самое у нас есть в русском языке сразу обращу ваше внимание что вот это вот первая строка qtext ее нету здесь такое действительно может быть в параллельных текстах что есть некий текст который есть в одном тексте но нет его в другом что мы тогда делаем мы ставим этот тег qtext и мы в конце другого текста тоже ставим qtext после нижнего подчеркивания и aligner уже сам автоматически поймет что они соответствуют друг другу в конце санскритского текста у нас есть вот такой текст я не буду его произносить слух и тут тоже есть тег qtext но в русском языке ему ничего не соответствует тут написано что закончена девятая волна здесь ничего такого нет здесь есть текст седьмая книга по названию книга рат на прабхи окончена и ему соответствует на санскрите саму апташ чаям рат на прабхана бака то есть нам нужно добавить вот к этому qtext в русском в русской версии есть свой qtext с нижним подчеркиванием иначе говоря количество различных типов тегов должно соответствовать то есть сколько у нас qtext в русском тексте столько у нас должно быть и в санскритском тексте если мы не знаем сколько у нас чего что можно проверить с помощью поисковика ctrl f нажимаем и смотрим что у нас 11 qtext в русском тексте тоже можно посмотреть что у нас действительно 11 qtext или например если мы хотим посмотреть заголовок уровня 2 h2 то мы тоже можем назвать нажать ctrl f скопировать этот текст туда посмотреть что у нас их в русском тексте 9 санскритском тексте их тоже 9 вот но об этом можно не беспокоиться потому что linktrain aligner сам считает их и выводит мы жмем сюда где скрепочка и ищем те хранятся наши файлы данном случае это вот этот файл 7 главы на санскрите и вот этот файл 7 главы точнее книги на русском языке мы жмем upload upload видим что у нас появилось два текста файла загрузились дальше мы идем вниз и видим превью как это выглядит текст какие у него есть пометки то есть видим вот эти теги h1 qtext и так далее видим что здесь есть qtext здесь его нету вот так это весь текст его можно будет просмотреть для нас это сейчас не так важно плюс есть вот такой раздел marks здесь как раз указаны все теги и если вот эту кнопочку выключить то видно в каком на самом деле они порядке в тексте размещаются но если нажать ее мы видим что они автоматически друг другу приравниваются вот иногда правда неправильно то есть например здесь написано что это вот книга океан сказаний великого самодевы а здесь написано что это седьмая книга по названию книга рот на правке сейчас мы не будем на этом останавливаться но это тоже можно каким-то образом пофиксить пока мы не будем это обсуждать идем на вкладку align здесь мы видим наши документы они все еще те которые нам нужны видно общая информация об этих файлах то есть то есть тут у нас столько-то строк здесь у нас только-то строк ну это такая общая информация которая может понадобиться в очень рядких случаях видно что у нас здесь символов несколько меньше чем в русском тексте то есть скрит немножко экономнее создаем alignment alignment это наша как бы работа наш наше рабочее пространство и называем ее самодевы 07 потому что это седьмая книга океан сказаний внизу во вкладке work area мы видим все наши alignment и которые были созданы мы выбираем наш текущий здесь 0 из 9 означает что он еще не был обработан вот этот этот уже был обработан в данном случае он нам не так важен можем его удалить и опускаемся вниз и видим настройки выравнивания тут описано что у нас есть пять батчей которые будут изначально выровнены а всего их 9 эта цифра 9 означает что у нас 9 кусков больших которые мы будем выравнивать индивидуально и один за другим давайте нажмем align next это означает выровнять следующие и мы видим что здесь начался процесс выравнивание мы видим что выравнивание закончилось у нас 5 батчей из 9 и мы можем посмотреть как они выровнялись а вот эта диаграмма что она означает здесь на оси x указаны номера идут номера предложений в русском тексте и по оси y в санскритском тексте мы видим такие вертикальные черты это означает что одному предложение в русском языке соответственно сразу череда предложений в санскритском языке это означает что выравнивание не очень удачное точнее практически бесполезное и внизу мы можем посмотреть во вкладке editor или редактор как это выглядит мы видим что начинается вообще с 40-го предложения русского что уже выглядит плохо но более того а 40-ое предложение повторяется а 39-ое предложение повторяется много раз то есть aligner не справился со своей задачей как это исправить мы сейчас обсудим но давайте пока посчитаем все батчи полностью все 9 для этого мы жмем снова на кнопку align next и ждем итак все батчи просчитались и мы видим что они примерно все одинаково плохого качества как с этим быть для этого мы можем использовать альтернативный способ выравнивания каким образом сейчас выравнивание происходило следующим образом модель которая сидит внутри aligner а это модель она кодирует предложение в некий набор чисел она кодирует это предложение допустим набор чисел кодирует вот это предложение в набор чисел и вот эти набор чисел сравнивают между собой насколько они близки друг другу и она сравнивает все предложения грубо говоря со всеми то есть все санскритские со всеми русскими смотрят какие больше всего друг другу подходят и таким образом составляет выравнивание но так как санскритских текстов в этой модели было очень мало при обучении то справляется она очень плохо что мы можем сделать мы можем перевести вот этот текст каким-то образом на русский язык использовать перевод в выравнивание сопоставляя один русский перевод и другой русский перевод для для этого в aligner есть секция сабскрипт мы жмем на кнопку download и получаем вот этот файл этот файл это просто все санскритские предложения заметьте они конца как кончаются на точку без каких-либо пометок можно сразу сравнить с этой версии да эта версия во первых записано шлокой вторых тут есть теги здесь ничего подобного нету вот это текстовый файл мы открываем в google chrome downloads последний загруженный файл мы переносим его в google chrome и видим его далее мы используем переводчик встроенных google chrome если у вас другой браузер вы можете попытаться переводить кусками текст с помощью google translate это возможно делать translate translate в google переводчике есть санскрит и с помощью него можно переводить на английский и на русский язык в том числе качество перевода оставляет желать лучшего но тем не менее это перевод который можно использовать например в выравнивание то есть например можно попытаться перевести вот этот текст на русский язык седьмая ламба называется ратнопрабха перевод не очень корректный но тем не менее тут есть одинаково слова седьмая и ратнопрабха и для выравнивателя этого будет достаточно давайте попробуем перевести на русский язык и он переводит изначально с маратхи поскольку думает что это какой-то язык маратхи получается плохо и вот такой перевод использовать совсем нельзя поэтому мы заходим на стройке переводчика и говорим ему что эта страница не на маратхи page is not in маратхи тогда он предлагает нам выбрать другой язык чтобы переводить и мы говорим ему detected language то есть определи язык сам жмем translate перевести и он волшебным образом переводит это на русский язык вот этот текст можно выделить ctrl а скопировать ctrl c и сохранить в отдельный файл сохраним его в загрузке назовем chapter 7 gt txt то есть это седьмая книга google translate сохранили теперь возвращаемся обратно в linktrain и жмем сюда и выбираем наш файл chapter 7 gt жмем upload загрузить и поднимаемся наверх в эдитер если у нас включена вот этот переключатель включен то мы увидим подстрочник прекрасно вот этот подстрочник теперь linktrain может использовать для того чтобы выравнивать текст как это сделать как это настроить мы берем и заходим обратно в секцию alignment настройки и видим что у нас появилась этот вот эта опция переводится это как выровнять и разрешить конфликты используя подстрочник и у нас появилась опция используя подстрочник для левого текста то есть для санскритского текста мы жмем эту опцию жмем на кастомайз выбираем какие мы бачи будем выравнивать выбираем все бачи от 1 до 9 нажимаем apply применить нажимаем онлайн кастом или выровнить с кастомными настройками и ждем и так выравнивание произошло можем посмотреть на картинке чтобы выяснить насколько это хорошее выравнивание видим что прогрессное лицо у нас появилась явная диагональная черта которая означает что aligner в принципе вы зацепился за предложение и понял какие примерно каким соответствует но если небольшие вылеты которые мы видим в виде вот этих точек это возможно исправить вручную посмотрим вниз и видим что у нас есть даже некая некая последовательность правильное до продолжений но видим что есть проблема у нас четвертое продолжение повторяется два раза давайте попробуем исправить это вручную а потом попробуем исправить это автоматически давайте посмотрим четвертое предложение повторяется два раза его удаляем и это удаляем смотрим вот так совершив желанный свадебный обряд с мадом анчукой которая была ему дороже жизни на рваха на дата сын повелитель а ватсов счастливо стал жить в каушамбе с гомокхой и прочим советниками так он женился на мадом анчуке равна его молодой жизни на рваха на дата остается своим секретарем гомокхой другими исполняя его желание по своему смотрению ну похоже что вот это одно предложение на русском оно переводится как два предложения на санскрите мы жмем на стрелочку вверх и вот это пятое предложение оно пристраивается к четвертому мы можем сейчас уже удалить эту пятую строку жмем удалить идем дальше здесь санскритский текст к сожалению не перевелся поэтому нам будет немножко сложно но мы можем предположить что после четвертого идет сразу пятое поэтому мы жмем опять на стрелочку вверх пятое перемещается туда отсюда можем удалить с помощью ластика и смотрим дальше принц и его министры отправились развлекаться ну тут по моему все понятно министр и советники это одно и то же перемещаем удаляем кажется здесь все хорошо опять видим что повторяется шестое предложение удаляем второе пытаемся понять что происходит побродили они там подошел к царевичу ровесник топанток тут похоже что все таки соответствует восьмое предложение но вот вторая часть царевич видел я неподалеку с небеса снизошла дева и села под дерево мошока скорее всего это соответствует девятому князь я видел капитал недалеко от девицы спускавшийся с неба под ясенем тут смешно что ясень перевела как где меня шока но смысл понятия что они друг другу соответствуют переносим удаляем и вот так мы можем пройтись вручную по всему тексту и разрешить конфликт но это также можно сделать автоматически в вкладке conflicts мы видим что у нас выявлено 263 конфликта мы можем смотреть как они выглядят там предложения задействованы более того мы можем открыть любой этот конфликт в редакторе давайте возьмем не самый первый допустим какой нибудь 31 да и открыть и он открывает страницу на которой этот конфликт есть вот он страница 3 мы можем нажать просто кнопку resolve all что это делает это включает автоматическую процедуру разрешения конфликтов для нас важно то что он будет действовать ровно так же как мы сейчас сделали то есть он будет объединять несколько предложений в одно в один блок таким образом получается более хорошее выравнивание давайте запустим процедуру разрешения конфликтов и подождем мы видим что количество конфликтов уменьшается было 263 конфликта стал 257 уже 222 178 и так далее количество будет уменьшаться и так процедура разрешения конфликтов закончилась и мы видим что осталось пять конфликтов они будут довольно большие и видимо linktraining может справиться с ними сам и ему нужна будет помощь человек мы можем посмотреть как процедура разрешения повлияла на вид видно что в основном все проблемные места почти разрешились остались вот вот эти конфликты которые мы будем разрешать вручную стоит еще заметить что даже если картинка выглядит так хорошо это не означает что выравнивание здесь идеальное вполне возможно случае случились какие-то сдвиги которые надо будет вручную все равно замечать когда мы будем идти по тексту как можно работать с редактором после того как мы выровняли текст и разрешили все конфликты во первых можно работать с конфликтами то есть мы можем взять определенный конфликт открыть его в редакторе посмотреть что там пошло не так мы видим что здесь явно есть какая-то проблема потому что идет предложение 481 а потом внезапно 461 но явно их нужно удалить отсюда и посмотреть зачем заменить для этого мы жмем сюда вниз стрелочку и открывается список предложений которые могли ставить на этом месте мы видим что ничиадата также добрался обезьяны ничиадата прилетел к своему другу поприветствовал и спросил оно похоже и вижу я что там нет сегодня твое сердце скажи мне что я вижу тебя сегодня как будто бы в плохом настроении тогда я решительно сказал обезьяне тут явно нужно объединить эти два предложения мы объединяем и удаляем это плюс тут есть такой кусочек предложения которые из-за точки определился как отдельное его тоже нужно сюда посадить плюс тут есть пропущенная 484 давайте посмотрим где она может быть вот это и тревожит меня друг мой ибо она дороже мне жизни я в плохом положении потому что моя подруга не здоровая за любви ибо она дороже моей жизни явно подходит но чего-то здесь не хватает и дело здесь в том что перевод в общем-то не очень хороший тут написано ану рага пара а здесь есть вот ану рага пара но так как в переводе его нету тут как будто оно удалилось для этого мы удаляем предложение и ставим 484 а потом 485 в таком случае у нас все соответствует друг другу дальше мы видим 448 предложение здесь явно не подходит далее мы видим 486 а тогда посоветовал ему мудрая обезьяна да он сказал это мудрая обезьяна и сказал ему где спать а теперь заставь ее встать и лечь явно явно 486 должно стоять здесь поэтому мы ставим здесь нажимаем на стрелочку и удаляем отсюда возьми ее на руки и принеси ко мне принеси ее мне по небу с данными знаниями пока не покажу тебе великое чудо этого мира прямо сейчас ну это вторая часть этого предложения мы его отправляем сюда и удаляем опять таки здесь 448 которое здесь явно не должно быть мы его удаляем 487 вставляем и пытаемся понять похоже оно или нет поднял понесся небесной дорогой скоро полетел к самосвамену здесь трудно сказать надо будет детально посмотреть соскрейский текст и понять что чему соответствует ну пока мы это пропустим когда все конфликты будут разрешены здесь будет 0 conflicts found или 0 конфликтов найдено и желательно чтобы все строки использовались а new strings означает что у нас тут есть некоторое неиспользованное предложение когда мы полностью выровняем текст здесь будет тоже 0 и не будет никаких предложений когда мы выровняли текст мы идем в вкладку create здесь мы видим наше наше выравнивание и можем настроить как выглядит будет книга в html формате можем посмотреть generate preview посмотреть preview как это будет выглядеть вот таким образом здесь каждым цветом обозначен блок и соответствующему блок на санскрите для нас важнее всего даже не это а скорее вот эта вот вещь database пишем download и скачивается в формате lt file который можно будет открыть в другом linktrain вот допустим у меня есть локальный linktrain и я могу зайти во вкладку align во первых выбрать пару предложений во вкладке applied alignment upload alignment и открыть то что у нас получилось в данном случае у нас ошибка но если все файлы будут соответствовать друг другу то оно должно без ошибок открыться в данном случае это скорее баг но это то для чего должен использоваться файл lt в первую очередь для того чтобы мы могли обмениваться друг с другом результатами работы и проверять работу друг друга то есть если кто-то частично выровнял текст допустим до такого состояния как я здесь и допустим не знаю что делать с этими конфликтами которые остались мы можем передать этот файл другому человеку и другой человек исправит и допустим третий человек может посмотреть и проверить все ли правильно выровнялось наверное на этом я остановлю пока этот мануал единственное что покажу как все таки вот такую книжку создать для этого мы во вкладке create в секции download нажимаем на html book download у нас появляется вот такой файл в котором выровнен текст каким-то образом его в том числе можно использовать как для проверки себя потому что не всегда у нас компьютер под рукой но вот этот формат мы можем открыть например на телефоне и проверить правильно ли мы все выровняли более того мы можем сконвертировать это в pdf файл чтобы было еще удобнее давайте откроем его вот у нас удобный pdf файл который мы можем помечать с помощью приложений читалка спасибо большое за внимание это был мануал как создавать параллельный текст для санскритских книг